Ни о чём Когда лучше пить кофе для бодрости? Утром или днём? Возможно, каждому из нас нужно пить кофе в определённое время, чтобы оставаться максимально бодрым и полным сил. Те, кто пьют кофе, чтобы оставаться работоспособными, хорошо знакомы с его преимуществами. Кофе стимулирует нервную систему, улучшая концентрацию и скорость реакции. Конечно, есть в этом и отрицательные стороны. Употребление большого количества кофеина может вызвать отрицательные побочные эффекты, включая несвязанность мыслей и речи, нервный тик, тошноту, тревогу и бессонницу. Известно, что чувство бодрости после чашки кофе может длиться в среднем до 6 часов. Поэтому то, когда вы его пьёте, тоже имеет значение. Какое же время выбрать, чтобы получить максимальный заряд бодрости на работе? Вот что говорят об этом исследователи и диетологи. Идеальное время для кофе может зависеть от возраста. Уставшим молодым людям утренний кофе может помочь повысить работоспособность. В 2016 году было проведено исследование, в котором принимали участие студенты университета, регулярно употребляющие кофе. Учёные проверяли их память во время экзаменов в 6 часов утра и 2 часа дня. Те, кто пил кофе утром, показали более высокие результаты. А вот приём кофе перед дневными экзаменами не оказал на студентов такого влияния. Но не стоит забывать и о пользе послеобеденного кофе. У людей более старшего возраста память обычно работает хуже с утра до обеда. Но исследования, проведённые в 2002 году среди лиц старше 65 лет, показали, что одна чашка кофе, выпитая за 30 минут до прохождения теста, полностью устраняет проблемы с памятью. А ещё, идеальное время для кофе зависит от индивидуальных особенностей организма. Кофеин, содержащийся в кофе, начинает действовать вскоре после употребления. Прежде чем выпить чашку, подумайте, когда именно вам нужно быть на пике бодрости. Если вы нормально переносите кофеин, то после утренней или дневной порции кофе вы будете чувствовать себя более бодрым и сосредоточенным в течение промежутка времени от 1 до 6 часов, рассказывает Тамар Сэмюэлс, дипломированный диетолог и соучредитель компании Кулинахэлт. Так что вы сами можете выбирать оптимальное время для кофе в зависимости от того, когда вам нужно получить максимальный заряд энергии. Учёные пришли к выводу, что у каждой клетки тела человека есть собственные биологические часы. Если вы используете кофеин, чтобы разбудить свой мозг, это вовсе не значит, что проснётся весь организм. Вы можете быть на ногах, но чувствовать себя вялым, объясняет профессор медицины Джоупин Ли, заведующая кафедрой клинической нутрициологии Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Организм может очень по-разному реагировать на содержащиеся в пище и напитках вещества, включая кофеин. У каждого человека есть своё идеальное время для кофе. По словам профессора Ли, нет исследований, которые давали бы однозначный ответ на вопрос, «Когда именно, утром или днём, лучше пить кофе?» В данном случае принцип равенства не работает, поскольку очень важную роль играют возраст, этническая принадлежность и даже культурные традиции, утверждает она. В этом непросто разобраться, поэтому обычно я даю своим пациентам один важный совет. Выясните на практике, что подходит именно вам. Для этого Джаопин Ли предлагает поэкспериментировать и в течение нескольких дней пить кофе в разное время в течение рабочего дня и следить за своим самочувствием. Если вы вообще ничего не чувствуете, возможно, вам нужно подобрать другое время или выяснить, не снижают ли эффект от кофе какие-нибудь лекарственные препараты, которые вы принимаете. Но если у вас возникает учащенное сердцебиение, бессонница или тревога, если вы особенно чувствительны к кофеину или не планируете бодрствовать всю ночь, постарайтесь не пить кофе ближе к концу рабочего дня. Как правило, чем меньше времени прошло после чашки кофе, тем выше у вас уровень бодрости и концентрации, объясняет Тамар Сэмюэльс. Тем, кто более чувствителен к воздействию кофеина, следует пить кофе только по утрам, чтобы предотвратить нарушения сна, тревожность, учащенное сердцебиение и другие симптомы переизбытка кофеина в организме. По материалам «Хафингтон-Пост», автор Моника Торрес, переводила Эмма Ягмурова, редактировала Анастасия Ананьина, читал Тарасов Валентин. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...